Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать в этом замечательном зале библиотеки Ломоносова. Как я понимаю, здесь постоянно проходят какие-то мероприятия, жизнь кипит, бурлит, что-то происходит. И вот сегодня мы с вами здесь собрались, чтобы встретиться с совершенно замечательными исполнителями и композиторами. Добрый вечер. В свое время музыканты веселили людей. В средневековой Европе музыкантов называли жонглерами, в России шутами и скомарохами. Шут и музыкант – это понятие синонима, это было одно и то же. При дворе императрицы Анны Иоанновны работал итальянский скрипач, которого называли никак иначе «Первый русский дурак, известный скрипач, бесславный трус славного ордена Святого Бенедикта». Можете себе прочитать в одной строчке «И дурак, и скрипач». Трудно представить, что сегодня мы могли бы сказать об исполнителе такие слова в одном ряду. Позднее музыканты стали серьезнее, но это не значит, что им изменилось чувство юмора. Практически обо всех великих композиторах, исполнителях, дирижерах существует, сохранила история, в общем, веселые различные байки. Самыми большими шутниками, как правило, считают итальянских композиторов Пучини, Россини и итальянского скрипача Никола Паганини. И даже автор мрачной достаточно симфонии Дмитрий Шостакович никогда не упускал случая пошутить. Как же музыканты шутят? Каким образом они могут передать слушателю, так сказать, свое движение в сторону юмора и такого шупивого настроения? Значит, для этого существует очень много способов. Значит, если мы вспомним, что словесную шутку, когда мы слушаем, мы смеемся когда? В конце, когда мы не ожидаем такого ответа. Например, в анекдоте, да? Когда мы ее слушаем второй раз, это уже не смешно, потому что мы знаем. То есть в шутке должен присутствовать сюрприз. Какая-то неожиданность, что-то такое непонятное и неожиданное. Музыкальная же шутка – это совершенно другой ответ, потому что музыкальную шутку можно слушать столько раз, сколько вы пожелаете. Для этого существуют различные способы. Музыканты могут, например, остановиться в совершенно ненужном месте, вдруг, посредине фразы. Они могут перебрасывать темы из одного регистра в другой, от одного инструмента к другому. Они могут давать какие-то фальшивые ноты в каких-то местах совершенно неожидаемых. И вот всеми этими способами и достигается вот это веселое и шутливое настроение. Самым простым способом, пожалуй, все-таки можно назвать способ подражания людям или животным. Композитор, который творил в конце XVII века, в начале XVIII, Жан-Филипп Ромо, французский, у него даже есть несколько произведений, например, «Кукушка», «Петух», где он подражает именно этим птицам. Ну и здесь, конечно, было бы очень уместно вспомнить французского композитора Камиля Синсанса и его оркестровую сииту «Карнавал животных». Все мы прекрасно знаем одну часть из «Карнавала животных», которая называется «Лебедь». На эту музыку в 1907 году русский хореограф Михаил Фокин написал совершенно изумительный балетный номер для русской балерины, гениальной русской балерины Анны Павловой. И только в 1913 году этот номер приобрел название «Умирающий лебедь». Каковы мы его знаем сегодня? Никто не знает, кто придумал, с чьих слов слетело это название, но сегодня этот номер всем нам знаком как «Умирающий лебедь». После Анны Павловой, естественно, этот номер танцевали различные другие балерины, и Майя Пресецкая, и Галина Гланова. И сегодня он тоже не сходит со сцен театральных подмостков. Но вернемся в XVII век, где в конце XVII века в маленьком немецком городке родился композитор, творчество которого повлияло на всю мировую музыкальную культуру. Иоганн Себастьян Бах. Иоганн Себастьян Бах был настолько великим, большим композитором, оставивший после себя очень большое количество произведений. Он написал более тысячи произведений. Все жанры, существующие в то время, были неподвластны. Ну, разве что за исключением оперы. Другой немецкий композитор, Людвиг Лан Бетховен, сказал позже о Иоганне Себастьяне Бахе. Надо сказать, что Бах по-немецки это ручей. И Людвиг Лан Бетховен сказал, не ручьем, а морем, надо было назвать. В семье Баха были, наверное, все братья были музыкантами. Причем все родственники были музыкантами. Братья, дяди, тети. Все выступали, как правило, в церквях, писали музыку. Бах воспитывался потом в семье, потому что в 9 лет у него номер ломать, и в 9 лет его забрал к себе старший брат. И когда за столом собиралась большая дружная семья, то в зале царила атмосфера веселья, добра. Они подкалывали, подшучивали друг над другом. То есть в доме к юмору относились с должным вниманием. Позже Иоганн Себастьян Бах написал вторую семиту, оркестровую для флейты с оркестром. И одну из частей так и назвал. Шутка.